Берлин, это Трептов парк. Сегодня это одно из главных мест в столице Германии. Здесь, на русском кладбище, в берлинском районе Тегель, проходит очередное мероприятие, посвященное 70-й годовщине победы германии от фашизма. За моей спиной сейчас, как вы видите, Бундестаг. Мы были в Берлине три дня. Мы увидели, как отмечают немцы День Победы. Что для них это за праздник и насколько он важен для современных жителей Германии? Как себя чувствуют в Берлине наши ветераны, оказавшиеся там во второй раз через 70 лет? После военной Берлин 70 лет назад на уникальной цветной кинохронике обычные немцы занимаются своими обычными делами. Половина Германии разгромлена союзными войсками и Красной Армией, а над Рейхстагом водружено Красное Знамя. После победы жизнь продолжается. Нужды обычного, нормального человека, немца, русского, француза, американца, англичанина, японца или китайца далеки от войны. А вот здесь, в офицерском клубе в Карлхорсте, накануне ночью подписан исторический акт о капитуляции Германии. Подписал документ немецкий генерал-полковник Альфред Йодел. Капитуляцию приняли советский генерал-майор Иван Суслопаров, представители союзных сил Уолтер Баддл, Смит и Франсуа Севец. Несколько рощерков формально закончили самую кровопролитную в истории войну. Эта черта, проведенная в ночь с 8 на 9 мая, уже затем разделила историю как самой Германии, так и всей Европы на до и после войны. Прошла через судьбы миллионов людей и навсегда осталась прочерченной в сознании нескольких поколений немцев. Но сегодня в Германии тоже праздник. Сегодня здесь отмечают День освобождения от фашизма. Отмечают мирно, сидя в уличных кафе, построенных вокруг дома офицеров, где подписан акт о беззаговорочной капитуляции Германии. Дети, да и взрослые играют с советской военной техникой. Она стоит здесь 70 лет. Ее периодически обновляют и реставрируют. Сегодня в гусеницах советского танка, в стволах орудий, цветы. Усыпанные цветами орудия массового убийства, которые больше никогда не будут стрелять. Я являюсь фанатом этого символа, флага, с которым русские войска пришли в Берлин в 45-м году. Я чувствую, когда держу это в руках, свободу. Свободу от фашизма. Советский Союз сделал нас свободными. Больше тысячи немцев пришли к советскому памятнику родины и матери в Трептов парке с красными знаменами советской армии. Здесь пожилые немцы и молодежь, бывшие узники фашистских лагерей, участники немецкого сопротивления и просто современные немцы, готовые принять свою историю такой, какая она есть. Через 70 лет красные флаги в самом сердце восточного Берлина столицы, некогда побежденной Германии, выглядят, конечно, вдохновляюще. Это отмечают представители российского посольства в Германии. Немцы понимают, что Советский Союз внес решительный, решающий вклад в победу. И они прекрасно понимают, что Советский Союз, это была не только Россия, это была и Белоруссия, и Украина, и Грузия, и Казахстан. И что все вместе, все вот эти больше ста народов, которые проживали там, они все вместе сделали так, чтобы в конце концов в Европе больше не было фашизма. И мы сейчас жили не при национал-социалистической тирании, а в свободном мире и в свободных странах. И поэтому, я думаю, что поэтому здесь такое количество этих красных флагов, и они показывают, являются символом именно вот такого отношения к истории, такого отношения к победе, собственно, Советского Союза и союзников, да, союзничественных сил над Гитлером. Праздник победы в Германии разделен на два дня. 8 мая день памяти, 9-го день победы над фашизмом. Но к 70-летию различные памятные мероприятия начались в Берлине и другие города Германии еще в апреле. Сам праздник распределен на 4 ключевые точки. Музей в Карлфорсте, о котором мы уже рассказывали, Трептов парк, мемориал русским воинам, русское кладбище в берлинском районе Тегель и площадь Тиргарден возле Бундестага, бывшего Рихстага. На них мы также побывали в дни праздника, и об этом в следующих сериях нашего проекта. Сергей Стывалов, Андрей Крупнов, Новости.